Добрый день Добрый день, ребята! Здравствуйте, тётя Алла! Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! Тётя Алла, а у нас на лесной опушке ландыши расцвели! Ландыши? Отличная нота! Да-да! Целая поляна ландышей! Да, они такие красивые и так пахнут! Но мы их не рвали! Да, мы знаем, что их нужно беречь и охранять! Молодцы! Правильно! Ведь ландыши занесены в Красную книгу, как и многие другие растения, которых на земле осталось очень-очень мало! А всё-таки жалко, что нельзя нарвать хотя бы малюсенький букетик! Эх ты, Шунь! Сама говорила, что охранять над ландышей, а теперь жалко, нельзя нарвать букетик! Жалко, что нельзя нарвать! Эх ты! Ну ладно, друзья мои, не ссорьтесь, пожалуйста! Ведь мы можем для Шуни сделать ландыши своими руками! Правда? Правда? Это из чего? Да! Ну, цветы ландыши можно сделать из белой бумаги! Смотрите, возьмём альбомный лист и нарежем его тонкими полосками! Вот по этой стороне! Ой! Какая тонюшенькая полосочка! А сколько таких полосок нужно? Столько, сколько мы хотим получить цветочков! Ну, я думаю, для небольшого букетика штук 15 хватит! А-а-а! Ну, а как из полосок может получиться цветок? А вот как! Возьмём полосочку и накрутим её на небольшую палочку! Так! Ой-ой-ой-ой! Как трудно! Нет, Шунечка, не трудно! Только немного неудобно! Ведь цветы ландыши очень маленькие! А полосочку нужно накручивать плотно, но не туго! Ой-ой-ой! Катушечка получается! Катушечка! Теперь снимем её с палочки и дадим немножечко раскрутиться! Вот так! Так! А теперь подклеим конец и придадим нашей спиральке форму цветка! Вот так! Аккуратненько! Чтобы получилась вот такая чашечка! Ой, ландыш! Ландыш получается кружевной! Правильно, Шунечка, кружевной! Эта техника называется бумажная филигрань! А почему вот это фили... грань? Филигранные изделия, коксик, значит, кружевные изделия! Они могут быть выполнены из тонкой золотой или серебряной проволоки, из древесной стружки, а у нас будет из бумажных полосочек! Понятно! Так, ну а дальше что делать? Да! Ну а дальше мы будем делать бутончики, то есть нераспустившиеся цветы! накрутим полосочку на палочку и раскрутиться нашей катушечке не дадим, а сразу подклеим хвостик. Получится такой маленький круглый бутончик. Так, понятненько! А листики и стебельки из чего мы будем делать? А листики и стебельки можно сделать из зеленого картона. Только сначала их нужно нарисовать. Да, я помню, у Ландыша листья такие широкие, такие длинные, вот. Большие. Сейчас так и нарисуем. Большие, широкие, длинные листики и тоненькие стебельки. Так. Вырежем их. А еще можно их сложить. Тогда они получатся объемные. Вот так. Ой, здорово! Ой, какие гладкие, блестящие! Ну, точно, как у нас в лесу! Ну вот, теперь мы можем сформировать букетик. Давайте разложим его на пластиковой коробочке. Давайте! вот такой. Так. Объемный у нас получится букет, поэтому и форма должна быть глубокая. Так, разложим листики, стебельки, цветочки и бутончики. и подклеим их аккуратненько, чтобы наша картинка оставалась объемной. бутончики бутончики наверху в шахматном порядке цветочки. Ой! Ух ты! Получился целый букет ландышей! Да, вот и готово. Ой, какой красивый букет! Спасибо вам, тетя Алла! Да-да, спасибо, тетя Алла! А пойдемте с нами на полянку посмотрим настоящие живые ландыши! Ой, Коксик, как здорово ты придумал! Пойдемте, тетя Алла! Конечно, с удовольствием пойдемте! Только сначала нужно попрощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки! До встречи! Всего вам самого доброго! Храни вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!